Всем привет! И это очередная нелепая битва! Сегодняшние бойцы у нас будут Годень и Голем Варлока. Итак, перед тем как начать битву, мы посмотрим на статы наших бойцов. Так, для начала, Годень. Он имеет 2000 хп, 500 маны, которые непонятно ему зачем, поскольку у него нету скиллов, 85 урона, 4 брони, ну и 350 мухспида. Но это не важно, потому что бегать они здесь не будут. Так, ну ладно, с этим мы разобрались, теперь смотрим Голема. У Голема, в свою очередь, имеется 900 хп, 75 урона и 6 армора. Вообще, по хп, да, знатному проигрыванию, конечно, практически в 2 раза, даже больше, а вот по урону не сильно он остается, и армора у него даже больше. Также стоит учитывать, что у нашего Голема имеется очень сильный реген, поэтому не стоит его списывать так быстро со щитов. Ну что ж, давайте начнем. Опять кидаем бафы, это уже наша стандартная традиция, кидать бафы, потому что с ними выглядит все гораздо эпичнее, и как-то замес проходит наиболее быстро. Так, ну что ж, давайте, погнали. Первый раунд. Готинь против Голема. Поехали. Хотя на самом деле я болел за Годни. Я думаю, вы тоже все болели за Годни. Осталось у него 600 хп. Трудно назвать эту битву легкой для Годни. Он мог вполне проиграть, но не проиграл, потому что... Потому что у него слишком много хп. Будь у него хп на 600 поменьше, он, разумеется, проиграл. Ну что ж, ребят, давайте увидимся во втором раунде. Итак, второй раунд у нас, как всегда, ночной. На этот раз у нас будет, как всегда, Годень. И Голем Варлока, но уже второго уровня. Давайте посмотрим на его статы. 1200 хп имеется у него. Это уже побольше, чем у предыдущего. 100 урона. Это уже больше, чем у Годня. И 9 армора. Ну, тут вы сами уже понимаете, что здесь шансов на победу у Годни гораздо меньше. И все-таки не будем списывать его со счетов. Так, давайте, кидаем бафы. И погнали. Слишком уж сильный Голем оказался. Да, второго уровня. Ему мало, ему мало. Но еще идет нашего ограбить. Ужас просто. Все, хп у него уже полное. И не было абсолютно никаких шансов у нашего Годня. Ну что ж, чтобы хоть как-то уравнять шансы, я решил сделать еще третий раунд дополнительный, если можно так сказать. И помочь ему тремя персонажами, у которых имеются очень хорошие ауры. Ну что ж, увидимся в третьем дополнительном раунде. Итак, дамы и господа. Третий дополнительный раунд. Как вы видите, в помощь нашему Годню я заспаунил Бестмастера, который будет давать ему свою скорость атаки. Также у нас будет Венжи Фулл Спирит со своей пассивкой на 306% дополнительного урона. И Леорик со своей пассивкой на вампиризм. Это будет давать немножечко больше выживаемости нашему Годню, за которую мы все так болеем. Так, ну что ж, хватит болтамни. Давайте бафим наших бойцов. И погнали. Ну что ж, все равно это не такая же легкая победа, какая могла она быть. Видим, 700 хп у него осталось, на 100 хп больше, чем в первом раунде. Да, ауры действительно зарешали. Считайте, на 700 хп больше, чем во втором раунде, потому что во втором раунде он просто-напросто сдох. Ну и те люди, которые недооценивали ауры, я думаю, вам стоит сейчас подумать над силой этих аур. Особенно этих трех. Потому что, как видите, они действительно очень сильно решают. Так, ну что ж, ребят, давайте. В следующем раунде, и это будет третий раунд, это, считайте, как был третий дополнительный раунд, а это уже третий официальный раунд. И поэтому в следующем третьем раунде у нас все и решится. Кто же все-таки сильнее, Годень или Голем Варлока? Увидимся в третьем раунде. Итак, дамы и господа, третий основной раунд. Как вы видите, Голем Варлока достиг уже третьего уровня. И теперь у него 1500 хп, 125 единиц урона и 12 единиц армора. Он гораздо сильнее, чем его предшественники. У него гораздо больше реген. Правда, здесь он не отображается, но просто, поверьте мне, у него он просто огромный. Поэтому у Годня очень мало шансов. Поэтому я буду кидать баф Огр только на него. Поскольку шансов у него действительно мало. И я примерно уже знаю, какой будет итог, если не кидать на него баф. Ну и что ж, ребят, хватит лишней болтовни. Давайте уже начнем эту битву. И на счет три погнали. Раз, два, три, панец. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Проигрывает хп. Голем восстанавливается просто моментально. Это как на фонтане с Тараской. Ужас просто. Ужас. Ну и что ж, я думаю, вы все прекрасно представляете, что бы было, если бы баф Огр висел на обоих. У Годня абсолютно не было бы никаких шансов. Сейчас он снес ему хотя бы более 50% хп. Это уже не может не радовать. Ну и каков итог у нас? Получается, что Годень выигрывал официально только в одном раунде. В первом раунде, где был он против Голема Варлока первого уровня. И то, и то. Голем Варлока первого уровня был очень слабым. И победил он не так уж его и легко. Ну и вот так вот. Голем Варлока очень силен. Очень-очень силен. Я думаю, все это и так уже поняли. С его невероятным регеном очень трудно ему что-то предоставить. Ну и вот такая-то у нас нелепая битва. На то она и нелепая. Ну что ж, всем спасибо, кто смотрел мое видео. Если вам нравится подобная тематика, и вы хотите, чтобы они выходили чаще, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Ведь только от лайков будет зависеть, когда выйдет следующее видео. Поэтому всем спасибо. Меньше раков вам в тиму. И удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok